Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Светланы Кудрявцева. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. В Самаре многодетные родители улучшают жилищные условия. Еще две семьи отметят новоселье в больших комфортных квартирах. Глава города Елена Лапушкина вручила сертификаты участникам городской программы «Самара социальная». В том, что все счастливые семьи счастливы одинаково, убедился Олег Зверев. Пятеро по лавкам и сегодня все здесь. Семья Александра и Олеси Чайковских на вручение сертификата пришла в полном составе. Родители считают, что такой торжественный момент должен остаться в памяти у всех. Семья начинает новый отсчет в жизни – в квартире, о которой раньше только мечтали. Мы хотим приобрести большую просторную квартиру, четырехкомнатную, в Новой Самаре. Да, мы уже присмотрели. Да. Детки будут теперь каждый в своей комнате проживать практически. То есть девочки отдельно, мальчики отдельно. Вот, то есть будет очень большое пространство. Большая кухня. Стоимость квартиры практически полностью покрывает жилищный сертификат. Сегодня документ новоселам вручила глава Самары. Елена Лапушкина пожелала, чтобы в новом доме было хорошо всем – и нынешнему поколению, и будущим. Чтобы ту квартиру, тот дом, который вы приобрели, стал для вас по-настоящему таким добрым, уютным домом. Чтобы вы все, ваши дети, ваши внуки, потом ваши правнуки собирались около домашнего очага, чтобы создавали такие же семьи, как у вас, дружные. А чтобы так же было много детей, чтобы вы были все счастливы и здоровы. Поддержку многодетным семьям оказали по новой городской программе «Самара социальная», которая действует с прошлого года и входит в национальный проект «Демография». Еще одна семья, которая улучшит жилищные условия, Максим и Эльмира Никитины, воспитывают шестерых детей. Они собираются выкупить две комнаты в коммунальной квартире Сталинской планировки, где живут сейчас. Мы с шестью детьми живем в коммунальной квартире. В коммунальной квартире пять комнат, две из которых продаются, последние. Мы их на этот сертификат покупаем и становимся хозяином пустяком квартиры. По мнению новоселов, быть многодетным не просто счастье. В наше время это становится престижным, а государство помогает в содержании больших семей. Это касается и адресных мер поддержки, и общегородских социальных программ. У нас стали строиться новые современные школы, ремонтироваться существующие. Вы видите, как заброшенные площадки школьных территорий стали преобразовываться мини-квалифицированные спортивные сооружения. А наши дворовые территории в рамках комфортной городской среды сегодня вызывают уважение. Обе семьи сейчас готовятся к новоселью. И на сегодняшнее мероприятие выразили пожелание, чтобы программа продолжалась. И как можно больше многодетных родителей могли воспитывать детей в комфортных условиях. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Новая школа и детская поликлиника до конца этого года появятся в Красноглинском районе Самары. Как сейчас идут работы, увидела мэрия Елчан. Школа в Новой Самаре готова уже на 65%. Образовательное учреждение рассчитано на 1200 учащихся. Все они будут получать знания в одну смену. Учебное заведение возводит по национальному проекту «Жилье и городская среда». В трехэтажном здании обустроят актовый зал на 600 человек. Столовую, спортивный зал с душевыми. Сейчас основной вид работы – отделка фасада и интерьера. Также началось благоустройство пришкольной территории. Уже заключили договор на приобретение технологического оборудования и мебели. Осмотрел строительный объект депутат Государственной думы Виктор Казаков. Это замечательная школа, оснащенная современным оборудованием, спортивным залом, актовым залом. И учиться там детям будет очень комфортно, легко и эффективно с точки зрения получения знаний. Еще одно учреждение, которое появится в поселке Мехзавод – детская поликлиника. Она будет отвечать всем современным требованиям. Здесь появится первый в Красноглинском районе детский дневной стационар восстановительного лечения. Штат специалистов уже укомплектован. К моменту открытия поликлиники, кроме участковых педиатров, будут работать и все узкие специалисты. Например, гинеколог, лор и стоматолог. На сегодняшний день у нас 7 педиатрических участков. При полном заселении Новой Самары мы посчитали, что ориентировочно у нас будет 13 педиатрических участков. То есть вот всех детки будут обслуживаться здесь. Здесь очень удобное расположение, близко и оттуда, и отсюда. Строительные работы на обоих объектах планируют завершить до конца этого года. Мэри Илчан, Николай Сидоров, События. В Самаре выбирают место для установки памятной стелы «Город трудовой доблести». Напомню, почетный статус столицы региона присвоил президент Владимир Путин за вклад дружеников военного Куйбышева в победу. Где появятся стелы, решают сами жители. Свои варианты можно отправить на электронный адрес. Воспользуйтесь также специальным ящиком для голосования, который установлен на Куйбышева 120 в здании управления информацией аналитики администрации. Подобные ящики есть и в зданиях администрации внутри городских районов Самары. Получить безвозмездный кредит, пониженные налоги и финансовую помощь. Самарским предпринимателям рассказали, на какие меры они могут рассчитывать, если пострадали в период пандемии. Подробнее Елена Малютина. 6,5 миллионов рублей выделили из городского бюджета на поддержку малого и среднего бизнеса. Средства пойдут на зарплаты сотрудников компаний, которые наиболее пострадали во время пандемии коронавируса и введения ограничительных мер. Кроме того, предприниматели смогут воспользоваться отсрочкой по оплате аренды или вовсе от нее освободиться. Еще одна мера поддержки – снижение налогов. Первое, что мы сделали, мы снизили корректирующий коэффициент базовой доходности К2. Он влияет у нас на налоги, связанные с единым налогом на вмененный доход. В результате у нас порядка 100 субъектов малого и среднего предпринимательства смогли сэкономить в этом году 3,5 миллиона рублей. Также мы снизили 20% земельный налог. Это порядка 200 субъектов малого и среднего предпринимательства. В результате этих проведенных мероприятий у нас затратную часть смогут снизить на 15 миллионов рублей. Бизнесменов поддерживает и областное правительство. Власти разработали ряд программ. Например, с 1 июля и до конца года действует льготное микрофинансирование, по которому предприниматели могут получить до 5 миллионов на срок до двух лет. Можно воспользоваться и субсидией для проведения профилактики и предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Этот вид помощи действует для организаций, чья деятельность предусматривает непосредственный контакт с людьми. Например, физкультурно-оздоровительная сфера, гостиничный бизнес, общественное питание. Также предусмотрены налоговые льготы и отсрочки по платежам. По федеральным программам наиболее востребованными мерами стали субсидии на поддержку занятости и неотложные нужды в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. Спросом у предпринимателей во время ограничительных мер пользовались программы льготного кредитования под 0% и займы на возобновление деятельности под 2%. Уже одобрили кредиты почти на 9,5 миллиардов рублей. Если бизнесмен сохранит штат сотрудников до 1 апреля 2021 года, то деньги можно не возвращать. Этот продукт продолжает действовать, поэтому предприниматели и сейчас могут подать документы. И по инициативе президента дополнительно были расширены, направлены дополнительные 100 миллиардов именно на реализацию этого кредитного продукта. И лимиты банкам были увеличены, поэтому практически все крупные банки и все банки, известные в регионе, нет никакой проблемы для того, чтобы обратиться в любом населенном пункте. По федеральным программам наиболее востребованными мерами стали субсидии на поддержку занятости и неотложные нужды в размере более 12 тысяч рублей на одного сотрудника. Спросом у предпринимателей во время ограничительных мер пользовались программы льготного кредитования под 0% и займы на поддержку занятости под 2%. Уже одобрили кредиты на 9,5 миллиардов рублей. Если бизнесмен сохранит штат сотрудников до 1 апреля 2021 года, то деньги можно не возвращать. Для поддержки и консультации предпринимателей работает горячая линия, телефон которой указан на экране. Елена Малютина, Максим Гусев, События. В Самарской области в два раза снизят налог на прибыль для некоторых предприятий. Какие компании попадут в список, расскажем в рубрике «Новости экономики». Здравствуйте, вы смотрите «Новости экономики». Расскажу о них я, Андрей Горгуленко. Курсы иностранных валют выросли. В пятницу, 31 июля, доллар поднялся до 73 рублей 36 копеек, а евро до 86 рублей 25 копеек. Соответствующие данные опубликовали на сайте Центробанка России. Стоимость нефти марки «Брент» по состоянию на 11 часов выросла на 1,5% и оказалась на отметке 43 доллара 35 центов за баррель. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подписал закон, который позволит присвоить предприятиям статус регионального инвестпроекта. Для таких компаний налог на прибыль снизит в два раза – с 20 до 10%. Критерием для получения статуса является работа на обрабатывающих производствах. В небольших моногородах – Октябрьске, Чапаевске, Похвестнево – объем инвестиций должен составлять не меньше 50 миллионов рублей в течение трех лет. Для других территорий региона – не меньше 100 миллионов. При вложениях инвестора от 500 миллионов рублей в течение пяти лет проект будет считаться инвестиционным, независимо от местоположения. В Самаре восстанавливается покупательская активность среди посетителей торговых комплексов. Аналитики на примере одного из центров отметили, что после отмены ограничительных мер посещаемость восстановилась на 87% к докарантинному уровню. По прогнозам, полностью вернуться к показателям прошлого года торговый комплекс сможет уже в августе. И это с учетом все еще действующих ограничений в сфере развлечений и кинопроката. Все гипермаркеты с детским ассортиментом и детские магазины в июне-июле получили всплеск по товарообороту. Он вырос на 15-25%. Магазины электроники также демонстрируют хорошие экономические показатели. Плюс 10%. В сегменте одежды и обуви был зафиксирован самый большой рост. В среднем 20%. На этом все. Процветание вашему дому. По улице Солнечной снова поедут автомобили и общественный транспорт. На участке заменили коллектор. Работу закончили раньше срока. Теперь вода после дождя не будет застаиваться на дорогах. И в этом убедился Андрей Горгуленко. Не успели рабочие закончить устройство новой ливневой канализации на улице Солнечной, как погода устроила первый настоящий тест-драйв для нее. И если раньше, после такого дождя, который был сегодня утром, улица Солнечная покрывалась лужами, которые закрывали автомобильные колеса, то теперь, спустя пару часов после дождя, дорога практически сухая. Тем не менее, сотрудники профильного муниципального предприятия выполнили профилактическую промывку коллектора после строительно-монтажных работ для соблюдения всех технологических этапов. Новая труба стала шире на 100 мм, и это увеличило пропускную способность. Она сделана из полиэтилена толщиной более 5 см, а значит, будет гораздо надежнее старой. Изготовитель дает гарантию на эксплуатацию до 50 лет. По сравнению с железобетонной трубой, новая защищена от взаимодействий с внешней средой и не будет подвергаться разрушению. Работы по капитальному ремонту коллектора на двух участках 205 и 170 метров выполнили быстрее, чем предполагалось контрактом. Хочется отметить, изначально, соответственно, с проектом организации строительства, работа подразумевалась сделать за три месяца. Мы эту работу сделали за два месяца, как и обещали, перед закрытием, то есть учитывая социальную значимость объекта. Из-за ремонта пришлось временно перекрыть движение на солнечную, от 22-го портсъезда до Шверника. Два месяца транспорт в направлении из города ходил в объезд по Новосадовой, в том числе и автобусы, один льготный и два коммерческих маршрута. В ближайшее время дорогу откроют из-за досрочного выполнения работ. В постановлении у нас предусматривается закрытие движения до завтрашнего дня, до 1 августа, до 22 часов. То есть до 22 часов завтра должны быть убраны все дорожные знаки, ограничивающие здесь дорожное движение, а общественный транспорт поедет с воскресенья. Рабочие закончили и благоустройство территории. Восстановили дорожное полотно с применением высокопрочного асфальта, а также разделительную полосу и газоны. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Новая победа «Самара ГИС». Редактор телеканала Михаил Перепелкин стал дипломантом Всероссийского конкурса «Союза журналистов России», посвященного 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В адрес жюри поступило более 500 работ журналистов, но авторские программы из цикла «Неизвестные страницы истории запасной столицы» никого не могут оставить равнодушным. Это командная работа, это действительно слаженная работа, слаженная работа абсолютно всех, кто так или иначе к этой программе, к съемке этой программы имеет отношение. И главный редактор, заместитель главного редактора, главный режиссер, операторы. Благодаря этой очень слаженной и заинтересованной работе всех над этой программой, мне кажется, мы и добились этого успеха. Мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам. Верующих поздравил губернатор Дмитрий Азаров и отметил, что на протяжении веков представители многих национальностей и конфессий проживают в Самарском регионе в атмосфере дружбы и добрососедства, а праздник является неотъемлемой частью культурно-исторического наследия. В этот раз из-за пандемии коронавируса молитвы в мечетях прошли с соблюдением повышенных мер безопасности. Тему продолжит Мария Левина. Утренний праздничный намаз сегодня прошел во всех мечетях. Мусульмане отмечают Курбан-Байрам. По традиции молитву необходимо совершить на рассвете. В Самаре только в мечеть на Старозагоре пришли порядка тысячи верующих. Сабиру Галимулину 20 лет богослужения посещать с детства. Он считает, что долг каждого верующего сохранять традиции предков. Я, начиная с малых лет, вместе со своими бабушками, дедушками, родителями вырос именно на этих традициях ислама, соблюдая те самые, скажем, столпы, намаз, уроза, пост. В моем кругу общения, то есть да, есть тот ряд молодежи, которые также, как и я, на протяжении, скажем, нескольких лет посещают данные праздники. То есть не только Курбан-Байрам, но и праздники уроза-байрам, также они соблюдают пост. И для нас это нечто, скажем, обычное, идти именно таким путем. Курбан-Байрам – праздник жертвоприношения. В этот день верующие вспоминают подвиг пророка Ибрахима, который был настолько верен божественным идеалам, что готов был принести в жертву сына. Но в последний момент ему было указано, что Всевышний против убийства людей. А для жертвоприношения Ибрахим нашел ягненка. По сути, это стало прообразом заповеди «Не убей», которая в Писании появилась позже. Память об этом событии мусульмане и сегодня приносят в жертву барана, мясо которого делят на три части. Одну оставляют себе, вторую отдают близким, а третью – малоимущим. Они редкие праздники, поэтому это радость, во-первых, радость от общения со своими диноверствами, радость от того, что дожили до этого святого праздника. Те, которые будут жертвовать животные, они радуются тому, что Аллах дал им такую возможность. Радость праздника, жертвоприношения, праздник добрососедства, великодушия, щедрости, миротворчества, может быть, укрепление веры. Курбан-Байрам – это день кульминации хаджа, это паломничество в Саудовской Аравии. Один из пяти – столпов ислама. Обычно МЕКО вмещает 2,5 миллиона путешественников. В этом году из-за пандемии коронавируса посещение ограничили до 10 тысяч человек. Ограничения были и в самарских мечетях. На территорию впускали только в масках, плюс у каждого – индивидуальные коврики для молитвы. Мария Левина, Григорий Плешаков, События. А вот РЖД не будет проводить массовых мероприятий в День железнодорожника, который традиционно отмечается в первое воскресенье августа. Запланированные торжества пройдут в онлайн-формате. Но для тех, кто всю жизнь посвятил стальной магистрали, этот праздник все равно особый. И в этом убедилась Елена Малютина. Почитают и уважают Михаила Федоровича Ковшова не только на работе, которой он посвятил 50 лет своей жизни, но и в семье. С супругой Ниной Николаевной рука об руку прожили уже 61 год. Вместе они работали на железной дороге. Сейчас на пенсии Нина Николаевна пишет стихи и посвящает их мужу. А дети и внуки пошли по их стопам. День железнодорожника в их семье – праздник особенный. Для нас это главный праздник. Ну, во-первых, какая-то гордость идет, что мы не так просто. Мы были причастны и всю жизнь отдали железной дороге. И для нас это большой праздник. Мы говорим, что и детям всегда нужна такая профессия. Раз. А во-вторых, им приятно продолжить линию папы с мамой. Вот и все. Железная дорога была, есть и будет. И всегда надо думать, что работать надо постоянно, любить свое дело. Михаил Федорович начинал свой трудовой путь диспетчером станции, а завершил карьеру в должности заместителя начальника Куйбышевской железной дороги по финансам и экономике. Говорит, пошел по стопам отца. Он тоже работал железнодорожником. Поэтому семейные традиции переходят от поколения в поколение. Людей этой сферы объединяет железный характер. Без вот этих основных черт характера работать невозможно. Это трудолюбие, это компетентность, это честность, бесконечное служение долгу. Привлекает в основном молодежь, которые привыкли к труду и дисциплине. Почему это нет? С родителей берут, например. Потому что такой дисциплины, такой ответственности, как на железной дороге, больше нигде нет. На Куйбышевской железной дороге трудятся тысячи человек. Один из главных принципов – клиентоориентированность. Ежедневно через двери Самарского железнодорожного вокзала проходит около 10 тысяч человек. Уникальное здание одной из самых высоких вокзалов в Европе построено в стиле хай-тек. Здесь есть комфортные залы для пассажиров со спусками к платформам. А в высотной части разместились смотровая площадка на уровне 17 этажа. В центре – зимний сад. В здании вокзала есть музей Куйбышевской магистрали, которая проходит по территории 10 областей и является одной из самых крупных в России. В вокзальном комплексе сейчас применяются последние технологии в сфере транспортной безопасности в том числе. Тем не менее, развитие вокзального комплекса не останавливается. В настоящее время прорабатывается ряд вопросов по организации на базе вокзального комплекса мультимодальных перевозок. А также сейчас очень остро стоит вопрос о запуске уже новых пассажирских поездов, в том числе скоростных, в направлении нашей северной столицы, нашей страны. В этом году из-за пандемии коронавируса День железнодорожника, который проходит в первое воскресенье августа, отпразднуют в онлайн-формате. Гелена Малютина, Сергей Баскин. События. Еще один праздник, который отметят в предстоящие воскресенья, это День воздушно-десантных войск. Уже сегодня пользователи Яндекса интересуются этим событием. Самые частые запросы в поисковике. Когда День ВДВ и что такое ВДВ? Среди оригинальных сколько полосок на тельняшке, сколько стропу парашюта и почему десантники купаются в фонтанах. В этом году исполняется 90 лет со дня основания ВДВ. Чтобы служить в крылатой пехоте, нужны силы воли и особый воинский дух, уверены представители боевого братства. Как они отметят свой предстоящий праздник, узнал Андрей Горгуленко. Подполковник запаса Александр Григорьев достойно продолжает военные традиции своей семьи. Его отец служил пограничником, а дедушка-танкист дошел до Берлина во время Великой Отечественной войны. Сам Александр участвовал в нескольких боевых операциях в Афганистане и на Кавказе. Говорит, чтобы быть достойным десантником, нужно иметь силу воли и воинский дух. Остальному научат. Сейчас офицер передает свои знания молодому поколению. В нашу организацию входят ветераны вооруженных сил, ветераны боевых действий, не только десантники. Все родовольства. У нас классы кадетские. Мы ходим, уроки мужества рассказываем. Рассказываем о подвигах наших дедов, чтобы наша молодая гвардия была достойна их прадедов, дедов, отцов своих. Для десантников наступающая 2 августа дата особенная. В этот день не только действующие служащие, но и бойцы запаса обязательно надевают узнаваемую форму с беретом и тельняшкой. Встречаются с однополчанами и вспоминают ушедших товарищей. 90-й день ВДВ исключением не станет. Обязательно постараемся с боевыми друзьями встретиться. К тем, кто пересекались в учебке, где-то в горячих точках вместе воевали. Неважно, где он там, в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе. Однако ограничения из-за пандемии не позволят крылатой пехоте провести в этом году масштабное празднование юбилея. Но небольшими группами они обязательно соберутся, чтобы возложить цветы к Вечному огню, к мемориалу в честь погибших в локальных войнах и в Парке Победы, где недавно установили бюст Василия Маргелова, Героя Советского Союза, который является отцом для всех десантников. Андрей Горгуленко, Максим Гусев. События. Теперь смотреть телеканал Самара ГИС можно и в телефоне, из любой точки мира и в любое время суток. Онлайн-вещания, самые свежие и актуальные новости, а также полная телепрограмма в один клик. Все это доступно в нашем новом приложении – телеканал Самара ГИС для iOS и Android. Скачайте его прямо сейчас в App Store или в Play Market. На этом наш выпуск завершен. Подписывайтесь на официальные страницы телеканала Самара ГИС в соцсетях и на наш телеграм-канал. Будьте здоровы! Всего вам самого доброго! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!